Добрый вечер, уважаемые любители хоккея Атака опасная в исполнении Автоангела А шайба пошла мимо ворот, атака продолжается Такой вот бросок от Сини, добивание, опасный момент И вступает в игру вратарь хоккейного клуба Липа Свалка там у нас на пятаке Липа не по своему желанию, но все-таки прижимается к воротам Автоангел начал резко и дерзко Вот, первая такая атака в исполнении Липы Бросок после входа в зону неточным оказался И атакует уже Автоангел Пока по своему, что называется, периметр гоняет шайбу Передача такая вперед, толком не прошла Бугаков принимает шайбу Дальше вперед и столкновение жесткое Ларшина с Бересневым И первое удаление у нас в нашем матче за неправильную атаку За атаку игрока, не владеющего шайбой Отправляет Сергей Береснев Не думает он по своему удалению Но больше не тем, что недоволен судейством А тем, как он действовал в этом эпизоде Шайба У воротаря Автоангела Ну и что ж, надо, наверное, ознакомиться уже с составами У Липа шайба остается И там попытка загрузить шайбу на пятак Еще один бросок с периметра Липа играет в большинстве Розыгрыш Вход в зону Бричеев Скидка туда, да, за ворота Сразу не удается обработать шайбу Поэтому вот так вот по диагонали Отправил ее сильно в борт Снова Бричеев Уходит за ворота Оглядывается Много времени у него на принятие решений Все-таки отдает передачу Но Митюшин там перекрывал Весь низ Шайба по-прежнему разыгрывается за Липой Бросок со средней дистанции нет Слишком не Сильным он был Поэтому защита Автоангела его заблокировала И вот так вот в меньшинстве Автоангел контролирует шайбу Достаточно уверенно Убивая На драгоценное время Ларшин По центру Отдал передачу на вход Катасанову Бросок Отскок на дальнюю штангу И Вроде бы и Бугаков там был Да, но защита Автоангела не позволила Свершиться голу Ларшин Взаимодействие с партнером Перехват Момент Бросок Где шайба Вратарь в воротах А шайба в поле Остановка у нас В полном составе между тем Играет Автоангел Ну что ж, давайте знакомимся с составами Начнем с Автоангела Андрей Митюшин в воротах Номер один Сергей Береснев Третий номер Игорь Фатин Четвертый Олег Федоткин Пятый Дмитрий Кобелев Седьмой номер Как раз тот самый Который сейчас участвовал В сносе вратаря Соперника Евгений Чичкарев Десятый Владимир Лукин Одиннадцатый номер Далее Александр Лобутин Тринадцатый Дмитрий Анолов Играет Ну вот записан он здесь По четырнадцатым номерам Хотя вот смотрю У него на свитере Седьмой Вот как бы Да Ну будем по факту Говорить седьмой номер То есть у нас снова Завтангел заявлено По факту Да Играет Два игрока Седьмым номером Ну вот такие вот прелести И особенности Любительского хоккея Закрыта зона Липа атакует Да Ну и что Шайба идет Но и мимо ворот И проброс Который Который позволяет Улав Кобелев Передача туда Игрок Игрок Первый Сергей Гусев В сорок восьмой В семьдесят седьмой Как раз Станислав Поросядников Хотя видел его Под восемьдесят восьмой Номером И Илья Ершов Девяносто первый Номер В березнев Пас вперед И вход в зону Осуществлен Но Положение вне игры Справа было Зафиксировано В меньшинстве Сейчас играет Липа И пока Это делает успешно Автангел Сейчас Да Они входят в зону Прострел Туда На пятак Особо не мудрят Хоккеиста В белых свитерах Сразу же Да Грузят шайбу Туда На пятак В надежде На добивание Отправление Отскок Да все Что угодно Лишь бы только шайба зашла Нет Шайба вроде Вывалилась Да Но все-таки Бугаков оказался первым на ней Митюшин Спокойно На правый фланг Отправляет шайбу Дальше уже Вроде бы на ход Береснева А в итоге Обрез Митюшин Ставит корпус И достаточно спокойно Выигрывает борьбу за шайбу Перехват Бугаков Выход 1-0 Бросок Митюшин на выходе Уверенно играет И Спасает свою команду Отказалась бы Да Неминуемого гола Береснев Передача туда Вперед Федоткин Дают ему Партнеру Самому Айтизону Но вот уже соперник Против этого Федоткин Зацепился за шайбу Береснев Объезжает Одного Скидывает Пасы И бросок Очень хороший Но Росляков на месте Кобелев Кобелев Ударная позиция Бросок Ближний угол Успевает Росляков Зацепить шайбу В полном И шайба Перешла Клипе Катасонов Передача на Бугакова Обратная передача И уже в зоне Уже проход Бросок Митюшин Спокойно играет И забирает шайбу В ловушку Вот как раз Бричей 18 номер Да все верно Как и по заявке Уточнили Липа Пытается Идти в атаку Пока Весьма Даже Вот так вот Неорганизованно Да получается Автоангел По левому флангу И туда В угол площадки Уже Такой наброс Лукина Подставление Опасно Шайба Взмыла В воздух Да уже неожиданно Для вратаря Но Мимо ворот Она пошла И вроде Передача Неплохая была Но не зацепился За нее Аравин И приходится Вот так вот Снова Отходить К своим воротам Поскольку У соперника Шайба Адулов На вход В зону Очень неплохая Скидка Замыканий Не получилось У Адулова Хотя Надо признать То что там Защита Липы Мешала Должным образом Лукин Нет Все таки Потери Липа Уже начинает Атаку Савельев Пас вперед Ну а там уже Аравин Да Против двух Тяжело Им пришлось Жестко играет В отборе Момент для броска Где Шайба А Шайба У Андрея Митюшина Который Явно так Выговаривает Своим защитникам Удаление У нас Дмитрий Адулов Затолчок Соперника Налет На борт Точнее Отправился На две минуты Липа Ларшин Бросок Митюшин Справился Катасонов Шайба Оставляет В зоне И нет Все-таки Берестев Отобрал Боё Тарасов Шайбой Да Пока Бестолково Получается У Липа Разыгрывать Большинство Надо признать Но интересная Расстановка Сейчас У Автоангела Берестин Будучи нападающим Играет Таким вот Последним Защитником Руководя Разбросом Шайбы Мобильный Нападающий Который Успевает И тут И там Такой В хорошем Смысле Электровеник Такие Безусловно Игроки Очень много Полезной Работы Делают И что У нас В столкновении Там Получил Повреждение Андрей Бугаков За опасную Игру Высокоподитной Клюшкой Сергей Бересев Перестарался Отправляется Отдыхать И у Липы Будет Сейчас Очень хорошая Возможность В течение 50 секунд Разыграть 5 на 3 А потом Еще Да Вот сейчас Бересев Получает 2 Двойной Малый штраф То есть 4 минуты И Разумеется Надо Этим Пользоваться Игра Возобновилась Музыка Не собиралась Заканчиваться Ну смотрите Автал Вот так вот Жестко Встречает Да В нейтральной Зоне И Тормозит Развитие Атаки Соперника Ларшин Платин На подборе И шайба Не выбрасывается Катасонов Закрыл Борт Ларшин Пытается Выцарапать шайбу Это ему удается Вот Игрыш на Защитника Который Завозился С шайбой И Момент Для Неплохой Да Момент Для броска Упущен Катасонов Замах Бросок Играючи Справляется С ним Андрей Митюшин И выбрасывает Шайбу За предел Площадки 7 секунд До выхода Четвертого полевого игрока В составе Автангела Ну что ж Опять на 3 Реализовать не сумели Сейчас Липа Там Больше Да Шайба находилась У вратаря Липа Рослякова Ох Перехват Выход Рослякова С валкой Да Нервный Такой эпизод Сейчас был У ворот Липы Обошлось Рослякова 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 Пытается провести Шайбу дальше Кобелев Не дает им Этого сделать Борьба Бескомпромиссная Сейчас команды Показывает Момент Шайба Выше перекладины Пошла Адулав Шайбу себе На ход Наверное Да Пытался он Выбросить Но в итоге Получилось так Как получилось Фатина Навязывает борьбу Шайба у нас Все на лед Никак не успокоится Да Не ляжет Но вот сейчас И нет Чичкарев Конечно Обыграл Одного Второго Но вот Третьего уже Да И с выходом На ворота Не задалось Он упадающий Авталл Две минуты До конца Первого периода В матче Между командой Автангел И Липа Пока у нас По нулям Адулав Так вот Между делами Я напомню То что Автангел Играет в меньшинстве Но это Пока Сложно понять Да Поскольку Липа пока Не может Использовать Вот это вот Своё преимущество В одного игрока Может быть сейчас Катасонов бросок Опасно Но всё-таки Митюшин справился Адулав Хватает ему сил На рывок Вот такая вот Передача туда На подключение Партнёра И нет Теперь у Бугакова Да Пострадавшего Как раз Появился шанс Бросок Из-под защитника Выше Перекладины Не сумел Бугаков Сейчас Обнять Передачу Пас на меня Но я без клюшки Поэтому Игра продолжается Бричеев Неплохо С кистей Ближний угол Из-под защитника Был бы совсем Замечательный Если бы поточнее Бросок Пошёл Ларшен Бугаков Последние секунды У нас первого периода Идут И в атаке Была Липа Да Ростяков набегался Конечно По своей зоне Очень активно Играет на выходах Этот вратарь Но приходится Поскольку у него Не такая мобильная защита Поэтому такие вот Выпадания До шайбы В его зону В полном составе Автангел играет И Как раз в этот момент У нас заканчивается Первый период Автангел Липа 0-0 И что Начинаем Второй период Матч Автангел Липа Броссель Произошло Сразу же Стремляется Вперед Игроки Липы Бугаков На острие Там В углу площадки Сразу С двумя Борются И Шайба закрыта Титов Туда И Вперед На лицевый борт Партнеры Не успевают Ну и уже Автангел Спокойно Так старается Такими вот Пасами По периметру Своей зоны Сбросит прессинг Соперника Пока не удается Прессинг приводит К тому Что шайба Вновь У Липы Ларшин Шайба Вперед Движет Но По своему флангу Там никого Не оказался Адулов Обрасок Росляков Поймал Шайбу Да тут же И оставил Что называется В игре Но Защитник Этого не понял Чуть была Не случился Курьез Но обошлось И что такое Еще раз придется Повторить Брасывание Брасок Росляков Отбивает И снова Вступает в игру Уже добивание Забирает Врата От Липы Да Вот так вот Матч У нас Во втором Периоде На маленькие Отрезочки Такие Пока Режется Кому Передача была Непонятно Но в итоге Поборется За нее Кобелев И скинул Даже Передачу На пятак Но там Катасонов Вовремя Опустился Так с воротом К своим И подобрал Шайбу Ответный Атаку Липы Не получилось Хорошая Передача Лобутин Ходзон Осуществлен Передача Опасный момент И Росляков Перекрыл Весь низ В этом Он был Абсолютно Прав Шайба После броска Нападающего Автангела Пошла низом Ну что Шайбер И по-настоящему Серьезный Голевой момент Они сумели Использовать Игроки Команды Автангел Посмотрим Чем же Ответит Липа Передача На Береснева Не сумел Он ее сразу же Взять себе На крюк Но приходится В борьбе Ногами дорабатывать То что Не удалось Сделать руками Лобутин Пас На Федоткина Федоткин Уже в положении Вне игры Находился Закрыта зона Чичкарев Постарался Ну вот Дальше Прокинуть Шайбу В атаку Не получается Себе же Сейчас Подыграл Аравина Опасная Опасная Скидка На пятак Митюшин Сыграл Клюшкой И снял Эту передачу Береснев Сразу От двух Убегает Вираж Делает Забрасывает Шайбу Ну и что У нас в итоге Покинуло Предел Площадки Шайба Брасывание Будет В зоне Липы Береснев Сразу Из по Двух Сложно Было Убежать Липа Перехватывает Шайбу Но Опять Ничего Опасного Не удалось Создать Чичкарев Липа За контролем И ошибка Передачи Федоткин Может попробовать Набрать Скорость И снова Положение Вне игры Арбитров Я вам забыл Представить И справляюсь Александр Быковский В роли главного И лайнсмен Помогает Сергей Король И Дмитрий Кривоносов Лабутин Шайбы Заброс Туда На Угол площадки Но никого Из партнеров Не оказалось Катасонов Спокойно Финти Уходит Дает Передачу На Бугакова Нет Проброса Но Можно играть Бугаков Вроде бы Укатился За ворот Он отдал Шайбу В угол площадки Но там Катасонов Пришлось Побороться И он это делает Успешно И нет Все-таки Адолов Выбивает Шайбу На Кобелева Две семерки У нас Снова На льду Очень напористо Играет Дмитрий Кобелев И вот так Вот Постоянно С борьбой Выходит В его сменах Да На передаче Вроде бы И нормальная Пошла Но в итоге Все равно Контроль Перешел К сопернику Кобелев Снова Отборолся Обратный пас От Адулова На Кобелева Не ждал Катасонов В борьбе Пытается Оставить Шайбу И не удается Все-таки Ему этого сделать Лобутин Очень хорошо Поборолся Кобелев Снова И будет Отложено Удаление В составе Липы Андрей Ларша За подножка Отправляется На 2 минуты Ну вот так Расстроился Что сперва Уехал Даже на чужую Скамейку Бывает Момент Тарасов Пауза С кистей Ближний угол Мимо Пошла Шайба Лукин Лукин Наброс Такой Туда Да В сторону Ворот Не точно Тарасов Сам С кистей Расляков Вроде бы И шайбу Отбил Но тем На предательский Скользнула Ворота И 1-0 Реализовано Большинство Автангела Как раз таки Береси В какой Сейчас Сольный Проход Сделал И Бросок Точнее Было бы Совсем Весело Но атака Липа Устремляется В атаку Савелев Шайбы Туда Вперед Не глядя На партнера Коим Является Аравин Аравин Поборется Передачу Вперед Отдал Ну а там Уже Бересев На перехвате Хорошей передачи Получил Бросок Не получился Сейчас У одного Из лидеров Автангела И снова Бросок Шайба В игре Да Липа Бросок Бросок Андрей Бричеев отправляется на 2 минуты Ну и в такой ситуации, да, последним сменам, если судить, у Липы сейчас будут большие проблемы Поскольку Автангел раскатился, почувствовал голод голам И начал потихоньку утолять, да, в виде заброшенной первой шайбы в нашем матче Напомню то, что пока Автангел ведет со счетом 1-0 И у них сейчас очень хорошая возможность для того, чтобы увеличить отрыв Бросок в ближний угол, мечется там шайба на пятаке Кобелев старается Липа все-таки выносит шайбу из своей зоны Тарасов от своей зоны начинает набирать скорость сам На вираже двух объехал Уже в зоне с угла площадки пока хватает скорости на защитнику Автангела И он шайбу контролирует Но нет, Бугаков все-таки Подъехал и вычистил зону броском с кистей Адулов Как легко прошел, да, но вот все-таки подстраховка сыграла у Липы Кобелев на Адулова Лукин, бросок, Росликов в себя Ловит шайбу и не отдает ему никому 51 секунда до выхода Бричеева И эти 50, да, на секунду они будут очень непросто даваться Липе В бросовании в их зоне И все-таки бросок состоялся и гол тем более Вот так вот доработали момент Вроде бы проиграли в бросовании, да, Автангел Но не бросили бороться И наградой им за это стала вторая заброшенная шайба ворота соперника Ну что ж, 2-0 и Автангел потихоньку, да Прибирает игру к своим рукам Гусев выросил шайбу Попала она в линейного арбитра Но все в порядке не пострадал он Береснев, шайбу трогать нельзя Будет положение вне игры Отложенное удаление будет у Липы Очередное Федоткин с шайбой в зоне Передача туда-вперед, да, на Береснево И уже бросок от синей линии Росляков справляется Шестером сейчас Автангел Гоняет шайбу в зоне соперника Ну вот сейчас свисток раздался И очередные 2 минуты у Липы будут для того, чтобы поиграть в меньшинстве За подножку Евгений Титов отправляется Ну что ж, еще одна проверка на защиту Липы Две пробоины они получили Тарасов на оброс Подставление опасно Подбор мог состояться Но не состоялся Кобелев Передача вроде простая На Адулу, но была она перехвачена Или сейчас попробует убежать в контратаку Катасонов Митюшин на выходе И никаких шансов для нападающего не оставляет Ларшин Савельев на Бугакова Бугаков Что это была передача на Катасонова Или просто попытка выбросить шайбу Непонятно Лукин Плошность, потеря Да и Бугаков пытается убежать Тарасов Немножко его притормозил Савельев закрыл звонок Сразу же грузит шайбу на пятак И раздался свисток Удаление на этот раз Уже в составе Автоангела Владимир Лукин За подножку отправляется Савельев не успел закрыть зону Как-то непонятно сейчас пошло Развитие атаки Автоангела И в итоге перехват Катасонов Накручит одного Объезжает второго Сталкивается с Бересневым Скидывает передачу на Савельева Савельев Сразу же да С кистей туда Наброс на ворота Не точно Фатин И передача на Береснев прошла Дальше вперед Но Там никого кроме Савельева И не оказалось Бугаков Обратная передача на Савельева Савельев на Ларшина Ларшин дальше Туда на Катасону А Катасону без скорости Поэтому приходится бороться за шайбу Катасонов С Бересневым борется И вот где шайба Устремляется На половину площадки Липы Бугаков Заброс вперед На Бричеева Бричеев вроде бы Тоснулся шайбы Передача на Береснева Из глубины Да Отворот буквальный Береснев зацепляется за нее Пауза Уход за ворота Скидка на пятак И там шайба У вратаря Оказывается Уход за ворота Скидка на пятак Затягивается у нас Сначала матча Ну вот опять Священие прошло У судей И видимо Что-то решили В полном составе Оба коллектива Сейчас играют И шайба У Автангела Тарасов Передача вперед На Лобутина Лобутин поборется С Титовым Но все-таки Титов справился И шайбу выбросил Из зоны Снова Тарасов И снова Не глядя туда Вперед На этот раз Кобелев там был В зоне паса Не добежал Проброс Тарасов Снова он забрасывает Шайбу вперед И там погоня Лобутин не успевает Липа Таким вот Отбрасывается Да На шайбу Не пытаясь Ничего создать Но накрывая Прессинг Вот так В средней зоне И шайба Переходит уже Киршов Обрасок Митюшин Не Совсем был готов Да К этому Но все-таки Справился Снова Тарасов Очень много Шайбы он находится Ну в принципе Передача у него Все вперед Идут Чуть было Не ошибается Росляков И Да На очередной Момент Недопонимания Сейчас Между игроками Липа И своим вратарем Сейчас чудом Просто шайба Не попала В ворота Ну что ж Обрасок В зоне Хоккейного клуба Липа И что Попытка убежать Бугаков Шайба Все-таки В поле Оказывается Митюшин играет Раз Митюшин играет Два И на второй раз Уже Шайбу Решил оставить У себя Неплохо Массивная Атака Позиционная Получалась у Липы Но до броска Дело не дошло И Автангел Уже Никуда не спеша Вот так вот Лениво Да Начинает Атаку Фатин Передача Передача На партнера Подставление Нет Росляков Справляется И уже К Липе Шайба А вроде бы Да Перешла Но Снова Непонятно А сейчас Действует Вратарь Липы И Чуть Было Не обрезала Сейчас Липа В своей Атаке Ответная Ошибка Катасонов Обросок Митюшин Шайбу Не видел Она Под ним Где-то Там Находилась Обошлось Федоткин Сейчас Грубо Играет С оппонентом Игра Продолжается Чичкарев Шайбой В борьбе Там Побились Алипы Да И в итоге Дел До броска Не дошло У нас Абугаков Там Думал И не придумал Как говорится Федоткин Фодзон Все-таки Осуществлен Бросок Ближний Угол Метил Сейчас Игрок Автоангела Не попал Скидка На пятак Подбор За Автоангелом И снова Бросок Пока Все Во враслякова Летит Липа Там Стелится Буквально Да На льду Но все-таки Шайбу Выбивает Последние Секунды Идут Второго Периода В матче Автоангел Липа Автоангел Не без труда Но все-таки Пока ведет Четец 2-0 Катасонов Там один Борется Но тяжело Ему конечно Приходится Просядников Чуть было Не отдал Передачу На пятак Обошлось Адулов Нет Не усумел Принять Передачу И все На этом у нас Заканчивается Второй период Матч Автоангел Липа 2-0 Пока Липа Проигрывает И Ну не сказать Что нет Никаких Моментов Для того Чтобы Открыть счет Но все-таки Автоангел Пока смотрится Посильнее Ну что ж А начинаем Репортаж Уже с третьего Периода Матча Автоангел Липа Пока Автоангел Ведет Со счетом 2-0 Ну и посмотрим Вот эти вот 15 минут Да Любительский Хоккей В этом Лиге В этой лиге Да Идет по 15 минут Чистого времени 15 минут У Автоангела И у Липы Есть на то Чтобы Как-то Либо С одной стороны Закрепить Успех Либо наоборот Навязать борьбу Долго принималось решение Бросок И блокирован он Подбор Ну и что там Как-то неуверенно Сейчас Титов Лезет в атаку Ну он защитник Оно и понятно Непривычно ему Находиться на острие В мячусье Начинает Липа Что Не самым Да На лучшем образом Улучшает их шансы Бросок И 3-0 Реализовано Большинство Очередное Автангелом Автангелом Честное преимущество Липа Вот как раз таки Неудачно Да Удалившись в самом конце Второго периода Начинал в мячустве Третий И получили Они шайбу Совсем Уже почти Да Невыполнимой Становится задача У Липы Отыграться А вот здесь Они Начинают Это самое Погоню Да Заброшена шайба Никита Катасонов С передачи Андрей Букакова 1-3 Ну что ж А может быть И Будут еще У нас Интересные Моменты Пробрасывает Сейчас Липа Ну что это Была Расслабленность У Автангела Или Липа Разозлилась Непонятно Но На счет У нас 3-1 И Получается Ничего Еще не ясно Так Зону Начал Автангел Третий период Да Но И Тут же Работу Над ошибками Провели Игроки Липы Устремляет Сейчас Они в атаку Букаков Бросок Выше перекладины Пошел он И Брасли назначается У нас В зоне Автангел Поскольку Все-таки Митюшин Ловушкой Тогда Шайбу Смахнул Совсем Уже Заградительную Сетку Игра Пошла И Автангел Выбрасывает Шайбу Вречеев Она Катасома Передача Пошла Но не сумел Никита Ее обработать И в итоге У нас Вовсе Проброс Фиксируется Замах Бросок Из шайбы В воротах Ничего не видел Никита Катасонов В ближний угол Она пошла Перекладин Так Саммач Звякну Вонзила Сетку 4-1 Кобелев Отличился Результативной Передачей Ну что ж Вот такие Вот Голевые Моменты У нас Пошли В самом начале Третьего Периода Не факт Что это Все Закончится Бросок Неплохой По потенциалу Намечался Там У защитника Липы Но Застряла Шайба В скоплениях Игроков Фатин И вот так По дегональному Разбрасывает Сейчас атаку Автоангел Но Последняя передача Явно не пошла Гусев Все-таки Отдает передачу Вперед Катасонов Скорость Неплохая У нее есть Но нет Объехать защиту Автоангела Не удалось И Пробрасывается У нас Команда На белых Свитерах Шайба Осталась В зоне И Савельев Жесткий Селый прием От Адулова Тело Решили сыграть Сейчас Защитники И снова Шанс У Липы Появляется Которым Ну желательно Воспользоваться Для того Чтобы Снова Начать Погоню Бросок Неплохой Митюшин Вступает В игру Бугакав Неплохой Бросок Митюшин Оставляет Шайбу В игре Бричеев Вперед Шайба Аваршин Береснев В меньшинстве Да Но все-таки Атакует Сейчас Автоангел Тарасов Ну в принципе А может быть и правильно Лучшая Защита Это Нападение Именно такой Дактрины Сейчас Да Стараются Придерживаться Игроки В белых свитерах Береснев Убивает Очень много Времени Своей борьбой Вот этой вот Возней У борта А это Разумеется Плюс для Автоангела Поскольку Играет Они в меньшинстве Ну вот Посмотрите Почти минуту Сейчас Автоангел Отвозил Соперника В зоне И Береснев Не успокаивается На этом Катасон Он навязывает Борьбу Отнимает Шайбу Дает передачу Времени много Шайба Не зафиксирована Руслейков Ины на добивании Успевает Игрок Автоангела 5-1 В меньшинстве Заброшена Шайба Да Ну Вот так Вот так Бывает Активность Да Приводит К тому Что в меньшинстве Это не только Убивающее время Но еще и Забрашивающее Шайба Которые По сути Являются Сейчас Ключевой Момент Ну и что Липе Конечно Деваться некуда Им приходится Бежать вперед Но уже С шансами На их победу В этом матче Наверное Все ясно Посмотрим Согласны ли С этим Утверждением Сами игроки Липы Гусев На Титова Передача Вперед А туда И что Там Перехват У нас Да Автоангел Спеша Забивать Залез В положение Не игры 12 секунд До выхода Долуба Уже меньше Атака Очень неплохая Развивалась И Перехват В контратак Сейчас могут пойти Игроки Автоангела Очень так Буднично Да Сейчас Прошла Эта атака Но вот Передачу Отдать На данную штангу Что называется Чтобы она С адресом Была Не получилось Гусев Заброс На левый фланг И там уже Ершов Проходит Все-таки Шайба Да Пас На пятак И бросок Состоялся Пусть не очень Акцентированный Но все равно Чуфистов У нас И имел шанс Забросить Вторую шайбу В ворота Соперника Не получилось Еще один интересный бросок От Ларшина Митюшин справляется Чичкарев Заброс Туда На березнев Но Лип Все-таки На подборе Но и пас Не очень хороший Вышел Поэтому Автоангел В борьбе Сейчас Но все-таки Контролирует Шайбу Гусев Борьба У нас там Завязывается Который Выигрывает Ларшин Неплохая Скорость В зону Войдет Да Да еще И поборется Тарасов Сейчас Не позволил Сопернику Пройти Мим него И Бересев Уже Валит Тауна Лед Там У судья Достается 2 в 1 Ситуация Пас И Классно Все сделал Катасонов За Одним Моментом Который Не сумел Да Вот Концовочку Вот эту Выполнить В этом Эпизоде Забросить Шайбу Ворота А так Да Второй Гол Бы вполне Себе Мог Сейчас Состояться Бугаков Заброс По диагонали В угол Площадки В надежде На то Что борьба Будет Навязано И Ларшин Ее навязал И отобрал Шайбу И прострел Такой Митюшин Вступает В игру И шайбу Сбрасывает В угол Площадки Гусев На подставлении Катасонов И это Прочитал Желание Соперника Тарасов И вовремя Оказался На пятачке И перехватил Шайбу Отдал Передачу На Береснева Федоткин В борьбе Отдыхать Не успели Докатить Нападающие Автоангела Борьба У нас уже На лицовом борте Завязывается И нет Все-таки Липа Отбивается Чуфистов Отобрал Шайбу У Митюшина Валится Там Да Он в борьбе Катасонов Бросок Ближний угол И играет Митюшин Тарасов Шайбу Туда Вперед Двигает И Лобутин С шайбой Оставление На усы Там никого Кроме игроков Липы И нет Катасонов Снова Рывок Делает За смену Уже Второй По счету Тяжело Но все-таки Не сдается 14 номер Липы И у нас Остановка Ну во-первых В полном составе Играет Липа Во-вторых Удаление У нас Получается У Автоангела Александр Лобутин Отправляется С задержкой Соперника Клюшкой Ну что ж У Липа еще один шанс Шайба по периметру У них пока движется Бросок Отскок на пятаке Где шайба? У Митюшина Вот еще один момент Сейчас был У Липы Для того чтобы Его реализовать Да и чуть-чуть Сократить Наставание счета Снова Где-то не повезло А где-то Вратарь сыграл В общем Счет остался прежний 5-1 В пользу Автоангела Ларшин Со средней дистанции Митюшин уверенно Ловушка играет И забирает шайбу Мереснев борется В углу площадки Там Катасонов Отнимает все-таки шайбу Уходит за ворота И такой хитрый передач На защитника отдает Бричей Бросок Добивание Катасонов Имел две возможности Для того чтобы Забросить шайбу Но в итоге Ни одной не воспользовался И причиной Этой неудачи Сейчас сидит На своей пятой точке Андрей Митюшин Сказал целых Три раза нет Одному из лучших Нападающих соперника Вот говоря о шансах Да еще один шанс Сто процентом Который мог быть Упустит Катлипа А сейчас еще и Берзи Попытается убежать Бричеев его Всячески Яроста прессингует Но все-таки Оставляется Он шайба И скидка на пятах Где ждал партнер Очень здорово И нет Оброска не будет А вот сейчас На оброс такой хитрый На подставление Кобелеву Не случилось Фатин Туда Кобелеву Спокойно Достаточно Уверенно Кобелев вроде бы И под прессингом Находится Но все равно Действует так Как будто ему Никто не мешает Фатин Ай-яй-яй Какое обрез То случился И Бугаков Устремляется вперед Режет вираж Не выдерживает его И Влетает В борт Досадные потери Катасонов И не удалось Ему пройти Защитника Титов Такой бросок Со входом в зону Митюшин справляется Чуть меньше Трех минут До конца Третьего периода В матче Автангел Липа Автангел В атаке Адулов За ворота Уходит Скидка Хитрый на партер Бросок Дешаба В поле Остается Очень хороший момент Сейчас и был В полном составе Автангел Равин Скидка на пятак Очень много борьбы Кобелев В итоге Выходит из нее победителем Ершов Навязывает Прессинг Сопернику Тарасов Огляделся И сбросил шайбу На Свободный фланг Куда устремился Лукин Шайба в зоне Оставление Лобутину Лобутин дальше На Адулова Бросок Застрял В ногах Защитников И дальше игра Гусев Очень жестко И очень уверенно Отобрал шайбу Александр Быковских Отправляет отдыхать На нападающего Автангела И Разумеется Не обошелся Без этого наказания Защитник Липы Гусев Обоюдное удаление В общем у нас И Которые Игроки Наверное будут полностью Поскольку у нас Две минуты И еще Две секунды Остается до конца Третий период В матче Автангел Липа Пока Автангел Уверенно Ведет этот матч К победе Со счетом 5-1 Тарасов Лукин Лукин Не глядя Отбор Туда Вперед Снова Лукин И снова Вперед На этот раз Вообще Безадресно Снова Шайба Лукин Не придумал Что делать С ней Потерял Чуфистов Готовил Бросок Но слишком долго Там уже Помешал Адулов Ершов В борьбе С Лукиным Лукин выбрасывает Шайбу На дальний Бор Тарасов Передача Вперед На Адулова Проходит И Оставление Бросок Росляков На выходе Играет Уверенно И выручает Партнеров Не пробовала Шестая шайба Ворота Хлипы Ларшин Лезет По флангу Сам пока Никому Не дает Шайбу Но Соперник Все-таки Отобрал У него Бугаков Снова Шайба Уже На второй Такой Круг он Пошел Нет Все-таки Защита Автангела Начала Справляться С ним Гораздо Раньше Возня У нас В нейтрале Ларшин Вот такую Передачу Пытался Придумать Да, за спину Себе На Бугакова Не получилось 40 секунд До конца Уже меньше Этого матча Липа пытается Во что бы то ни Стало Забросить Хотя бы Еще одну шайбу Бугаков Как буднично Проходит И пас Туда На дальнюю штангу Безадресный Чичкарев Не имел скорости Поэтому легко С ним справился Обречеев Не Особо Не торопится Автоангел Бежать в атаку Знает Они то Что чуть-чуть Осталось Буквально Несколько секунд Поэтому Просто возят шайбу Ну а Липа не успокаивается Липа Катасонов Замах Бросок Который Не достиг цели И на этом У нас заканчивается Матч между командами Липа Автоангел Автоангел Одерживает Убедительную победу Со счетом 5-1 Ну что ж А мы заканчиваем Репортаж этого матча Работал Сергей Рогов Занимайтесь хоккеем И до новых встреч Продолжение следует